МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для икры джильта и хун джильта людей соотношение с годом собаки является негативным. То есть обычно в основном, если говорить по тексту, именно по астрологическим текстам, соотношение у нохаджиль и икры джиль, нохаджиль-хун джиль, может быть неблагоприятным, скажем, материально-финансовым отношением. Если этого года люди совместно имеют бизнес, сотрудничают, то, возможно, это может обернуться конфликтами, недопониманием, недоверием и так далее. Поэтому, когда наступает нохаджиль, для людей, родившихся в икры джиль, вместе с ним, хун джильта, людям, прежде всего я советую быть аккуратным именно в материально-финансовом отношении. Если вы заключаете какие-то крупные сделки, если вы даете большие суммы в долг, если вы едете в дальние поездки, будьте повнимательнее к личным вещам, то есть документы, паспорт, деньги, кошелек и так далее. Нужно быть повнимательным, чтобы опасаться краж или потерь. Второе, да, то, что я советую людям в отношении материально-финансовом плане. Людям, родившимся в икры джиль, нужно аккуратнее быть в доверии. То есть, если вы не согласны с тем, что вам не вернут долг или, скажем, не доверяете людям в сделке, то, я думаю, будет полезно в такой год быть чуть-чуть аккуратнее и не подставлять себя под материально-финансовый ущерб, удар, опираясь на доверие. Для икры джиль-то людей также год может быть во внешнем кругу общения, то есть с чужими людьми год может быть конфликтно неблагоприятным. Поэтому в первую очередь я хочу посоветовать также и для икры джиль-то людей, помимо того, чтобы быть аккуратным и в плане материально-финансового отношения, также быть аккуратным во внешнем кругу общения, то есть с чужими людьми. Я бы посоветовал икры джиль-то людям поменьше рассказывать о своих планах в следующем году, особенно во внешнем кругу общения. То есть если вы планируете дальнюю поездку, курс лечения или какое-то по работе важное дело, то старайтесь поменьше рассказывать чужим людям именно о своих планах. Я думаю, что это будет, во-первых, благоприятнее сказываться на самом деле, так и, во-вторых, поменьше будет причин, скажем, для сплетен, осуждений, конфликтов и именно во внешнем кругу общения. Для укрс дельта людей я бы посоветовал из обрядов. Есть такой текст, он называется «Дельценци Мопунтен». Это текст, который читается у нас в Хуруле на индивидуальном приеме. Периодически его можно для себя читать. Я думаю, что где-то один раз в месяц этого будет достаточно. И стараться также читать «Харкель» и «Ном». Я думаю, что это будет благоприятно, если внешний круг общения год неблагоприятный. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok